Лето учился 2 сентября 7 медногорских школ распахнули свои двери для начала нового учебного года. После летних каникул 2492 ребенка отправились на торжественные линейки, посвященные Дню Знаний. Самыми многочисленными остаются городские средние школы номер 1, где 672 ученика, и номер 2 с общей численностью 675 детей. Третья по величине гимназия города Миногорска, где получают знания 475 детей. В Левтомахской средней школе сядут за партой 120 учащихся, а в Лявинской основной школе всего 9 ребятишек. На торжественных линейках присутствовали представители Миногорского городского совета депутатов, администрации города, отделы образования, ветераны педагогического труда. Учеба это нелегкий труд для всех, и для учеников, и для родителей, и для бабушек, и для дедушек. Поэтому я вам искренне желаю отличных семейных оценок. Бабушки будут учиться вместе с первоклассниками, мамы с папами, со старшеклассниками. Поэтому пятерок вам на общем семейном поприще. Уважаемые педагоги, а вам я желаю хороших, отличных учеников и стопбальных результатов по сдаче ЕГЭ. По доброй сложившейся традиции, Миногорский Миносервный комбинат к началу нового учебного года вручает денежные сертификаты каждому образовательному учреждению. Хотелось бы сказать большое спасибо учителям, потому что тяжело переоценить, недооценить их вклад в развитие нашего города, страны и государства в целом, потому что именно они закладывают знания, и самые лучшие в эти прекрасные головы и сердца, они отвечают им тем же самым. Поздравляю всех с праздником, и по доброй традиции принято приходить на 1 сентября с подарками. Я хотел бы от коллектива Миногорского Миносервного комбината вручить подарочный сертификат на сумму 135 тысяч рублей, ну, крепление материальной базы, школа номер 2. Поздравляю. Аплодисменты. Спасибо комбинату, они нас поддерживают ежегодно. Около 800 тысяч рублей – такова сумма безвозмездных отчислений на нужды образования города, произведенные комбинатом. Весьма кстати, такой подарок оказался и для городской гимназии, который от имени руководства ММСК вручила депутат горсовета Нина Гатаулина на 25-летний юбилей школы. Сегодняшний сентябрь особенный, действительно. Сегодня у школы день рождения, 25-летие. Я вас искренне поздравляю с этим праздником. С днем рождения, родная гимназия. Это учебное учреждение открыло свои двери в 1988 году. За четверть века отецата о полном среднем образовании гимназии получили 759 учащихся. Из них с золотыми и серебряными медалями закончили 119 выпускников. На состоявшемся 3 сентября в неочередном заседании Миногорского городского совета депутатов было рассмотрено 5 вопросов. Три из них относились к предстоящим мероприятиям по назначению нового сети-менеджера или главы администрации города Миногорска. В календарный план включены сроки создания и заседания конкурсной комиссии, время рассмотрения заявлений претендентов и день утверждения одного из них на пост главы исполнительной власти. Не позднее 22 октября должно быть оглашено имя нового главы администрации Миногорска. Далее депутаты обсуждали положение о гостинице-приюте и внесли в главный финансовый документ бюджет муниципального образования очередные изменения, которые связаны с увеличением его доходной части на 28 миллионов рублей, что повлекло за собой уточнение по ряду статей расходной части бюджета. Так, на поддержку МУП КСК направляется 1 миллион 200 тысяч рублей. 500 тысяч рублей закладывается на празднование 75-летия со дня основания города, которое планируется в 2014 году. На прошедшие недели коллективы предприятий организации города Миногорска по призыву городской администрации подключились к всероссийской акции «Экологический субботник зеленой России». По традиции, одними из первых на уборку закрепленных территорий вышли работники Миносердного комбината. Металлурги приводили порядок обочины улиц Ежова, Орженикидзе, на сортировке и вокруг кинотеатра «Урал». Я считаю, что работа проведена огромная, люди поработали нормально, и мы одни из первых в городе Миногорске эту работу сделали. Это даже можно сейчас посмотреть по внешнему виду, объезжая территорию. Мы всегда являлись инициатором в этой работе, мы всегда эту работу выполняли и никогда не подводили в плане администрации города по этим мероприятиям. В 2013 год в соответствии с указом президента Российской Федерации объявлен годом охраны окружающей среды, поэтому на субботнике особое внимание уделялось зеленым насаждениям городской черте. На сегодняшний день более 50 организаций участвуют в этой акции. В принципе, значение огромное для города было выполнено. Участие порядка двух тысяч человек вышло на улицы города, прибрались, начиная от въезда на ключ территория молодежной организации. Особо, например, их можно отметить. Школьников можно отметить по второй школе, по гимназии, например, можно отметить. Вторая школа бралась на Пушке, территория района Гайдара, улицы Гайдара. Гимназия на территории Южного, например, микрорайона наводили порядок. Можно отметить, большое значение сделал, конечно, комбинат медносерный в плане того, что прибрался на большой территории города, навел порядок с вывозом мусора и вывозом и листвы, и веток, и озеленение привели в порядок. И прибрались на территории даже Никитина с участками. То есть сделана огромная работа. Всем действительно большое спасибо. Перед участниками акции была поставлена задача по выкашиванию сорных трав и амброзии. Очистка скверов и тротуаров лишний раз показала, что чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. У нас вот это вот пожилые, старые люди уже все приучены. А вот молодежь надо приучать к этому, молодежь большинство. Вот-вот, убираем, смотрим, одни бутылки валяются. Это кто? Пожилые, что ли, люди кидают? Это молодежи кидают. Вот их надо приучать больше. К ответственности, да? Да, да, да. Первого сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Айсберг» состоялась товарищеская встреча хоккейных команд «Металлург» из Бенногорска и «Белых тигров» из областного центра, посвященная памяти бывшего главного тренера «Металлурга» Марата Гельманова, который безвременно ушел из жизни два года назад. Марат – это настоящий педагог. С большой буквы. Человек, который мог из нулевых мальчишек, которые только еще начинали играть в хоккей, сделать команду, которая впоследствии стала играть в первой лиге. Он мог мальчишек убедить, рассказать, показать, что надо делать, что не надо делать. И в то же время жесткий, был очень жесткий человек, не терпел нарушения режима никакого. Мазамалейший наказывал, чем ребята были в основном благодарны ему. Вот из этого и складывался успех. Вы в первую лигу сразу стали чемпионами. Впоследствии команда держалась постоянно в зоне плей-оффа. И светлую память, вы видите, люди его чтят, люди помнят его. Не зря повесили майку его здесь. И команда, дай бог, чтобы все продолжалось в том же духе. На протяжении всех трех периодов игра проходила напряженно, местами жестко, с красивыми голевыми моментами и активной поддержкой зрителей. Первый период вели «Белые тигры» со счетом 2-1. Во втором периоде «Металлургам» удалось отправить в ворота соперников только одну шайбу. «Тигры» забили три. В итоге третий период начался со счетом 5-2 в пользу гостей. И здесь «Металлурги» проявили настоящий мужской характер, забив две безответные шайбы. А за 27 секунд до окончания встречи у Миногорсов был шанс сравнять счет по булитам. Но вратарь «Белых тигров» оказался на высоте. Окончательный счет высветил на табуло цифры 4-5 в пользу оренбургской команды. Скорее всего, волнение было большое у ребят, потому что такое торжественное, красивое открытие памяти Марата Газимовича Гельманова. Из-за этого «Майярнск» где-то какая-то произошла скованность, ребята хотели доказать. Выйдя на третий период, попросили ребят выиграть третий период, что в принципе они и сделали. Победили мы 2-0. Я этим доволен, что мы в очередной раз проявляем характер, значит команда боевая. Настрой есть, играем до конца, не опускаем руки. И боремся до последней секунды матча, что в принципе игра и показала. На пятерку оценил уровень подготовки молодых хоккеистов «Металлурга» президент Федерации хоккея Оренбургской области Виктор Доценко, который поделился информацией о предстоящем хоккейном сезоне. Чемпионат области начинается чуть-чуть попозже, а сейчас начинают буквально на следующей неделе наша команда мастеров. Южный Урал начинает на выезде, первая игра у него в Башкирии. Оренбургские ребята отправляются на выезд в Тюмень. А Медногорская команда тоже уезжает и играет здесь на Урале первенство МХЛ. Команда готова и мы надеемся, что в этом году благодаря общей слаженной работе при поддержке правительства области все наши команды добьются и будут играть в плей-офф. Это задача на этот год. Нынешняя товарищеская встреча – это первая боевая игра «Металлурга» перед началом официального чемпионата молодежной хоккейной лиги, который для наших хоккеистов стартует 6 сентября выездной игрой в «Нефтекамске» с командой «Батыр». А с 21 по 24 сентября в «Айсберге» «Металлург» уже в качестве хозяев площадки примет своих соперников по чемпионату из Казани и Альметьевска. Редактор субтитров А.Семкин